У белгородцев до 35 лет снова есть возможность получить грантовую поддержку на реализацию своих идей. Подать заявку можно уже сейчас. Ну а как это сделать и на какую сумму можно претендовать, спросим нашего гостя. Сегодня это начальник Департамента молодежной политики области Юлия Липовченко. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Мы в наших эфирах часто рассказываем о конкурсах, в которых можно получить поддержку на реализацию своих идей. В чем особенности этого? Действительно, совсем недавно были у вас в гостях и рассказывали про федеральный конкурс грантов, который организовывает Федеральное агентство по делам молодежи. И сегодня у нас есть уникальная возможность. Буквально один день остался до окончания приемок заявок. А для тех, кто не успеет по каким-то причинам принять участие в этом конкурсе, мы запустили свой региональный конкурс грантов. Мы это делаем уже давно, но в этом году у нас действительно есть важная особенность. В нашем конкурсе можно выиграть проект и получить поддержку на общую сумму до 30 миллионов рублей. Ну что ж, сумма не маленькая. А какие некоммерческие организации могут претендовать и какие к ним предъявляются требования? Особенность нашего конкурса заключается еще и в том, что действительно некоммерческие организации могут принять участие, а также физические лица в возрасте от 18 до 35 лет. Требования для некоммерческих организаций нужно быть зарегистрированы и вести свою деятельность в рамках молодежной политики. Физические лица, только возрастные критерии для участников. Ну, вроде бы все просто. А по каким направлениям можно подавать проекты? Мы подготовили большой перечень номинаций, их всего шесть. Это такие проекты, как сохранение исторической памяти, поддержка добровольчества, проекты цифровой информации, а также многие другие, где каждый из участников сможет найти номинацию для своей идеи, для души. Ну, а куда подавать заявку? Насколько это вообще сложно и может ли кто-то помочь с оформлением? В этом году максимально упростили. Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить карту проекта, анкету, а также согласие на обработку персональных данных и направить на нашу электронную почту. Все документы можно найти в нашей официальной группе ВКонтакте молодость-белгородчина-молодчины.ру. Также в закрепленных сообщениях можно найти наш номер телефона, где специалисты отдела программно-проектной деятельности проконсультируют и поможут с оформлением проекта. На какую сумму поддержки можно претендовать НКО и если подавать от себя? И для физических и для некоммерческих организаций мы установили единые требования. Минимальная сумма гранта это 5000 рублей, а максимально полтора миллиона. До какого числа можно подать заявку? Времени много. 28 апреля это заключительный день приема заявок. Ну что ж, а когда будут результаты и победители получат свои средства? Долго не будем томить и уже в мае подведем итоги и объявим победителей. Отчитаться как-то нужно будет? Да, действительно, здесь ничего тоже не будет сложного. С каждым из победителей мы заключим соглашение, где наши финансисты подробно расскажут о том, какую отчетность нужно будет предоставить. Ну что ж, мне кажется, все четко по полочкам разложено. Спасибо вам большое, что стали гостем в нашей студии. Спасибо вам.